Вирусы наступают в Великенодулевском округе. Официально зарегистрированы случаи с заболеванием гриппа. Статистика респираторных инфекций тоже не радует. Число пациентов с ОРВИ растет день ото дня. Сейчас на больничном с простудой находится почти 600 человек. Эпидпорог пока не превышен, но зарекаться не стоит. В отдельных регионах за Уралом у нас заболеваемость превышена. Я думаю, что и у нас превысится. Потому что, если взять первую неделю года, и по сравнению, каждую неделю где-то на 20% количество заболевших, то есть тех лиц, которые обращаются в больницу, увеличение ежедневно на 20%. Временное потепление обещает добавить хлопот. В такую погоду у вирусы размножаются активнее. На этой неделе зарегистрированы уже два случая гриппа. Самый действенный метод защиты – вакцинация. Но сроки уже прошли. Сейчас актуальны лишь не специфические меры профилактики. В этот период нужно себе больше уделять питанию витамина. Витамин С. Он способствует повышению иммунитета. Ну и это всевозможные, конечно, ягоды, брусника, клюква, даже те же апельсины, мандарины, черная смородина. Должна быть ежедневная влажная уборка, проветривание. А маска, правильная должность, маска действует, как правило, только 34 часа. А потом она уже имеет обратный эффект. И те вирусы, которые скопились, мы же ими начинаем дышать. Укрепить иммунитет помогают и специальные препараты. Но применять их лучше по назначению врача. При первых симптомах болезни лучше также обратиться к терапевту. Не так страшен грипп, как его последствия.